София, здравствуйте! Скажите, за какое время вы преодолели 20 тысяч километров? 14 августа будет ровно 3 месяца, такой мой небольшой юбилей, как я уехала из дома. Я никуда не тороплюсь и езжу медленно, смотрю города, изучаю местную культуру. Да, вот какие ощущения, скажите, не было желания повернуть назад, домой? Чем дальше уезжаю, тем мне хочется дальше ехать. Раньше мне казалось, что я не живу, просто существую. А сейчас мне иногда кажется, что это происходит все не со мной, что это будут как будто бы романы Жуля Верна, либо рассказы Джека Лондона. И мне кажется, я только сейчас по-настоящему начала жить. Да, но все же, что же послужило таким спусковым механизмом? Почему вы бросили учебу во Владивостоке, собрали вещи и отправились в такое дальнее путешествие? Я училась, работала, но понимала, что я учусь на той профессии, которая мне в данный момент неинтересна, и что я хотела бы как-то найти себя, встряхнуть себя, посмотреть мир. И в один момент мне написал путешественник и попросился остаться у меня дома. Я показала ему город, и он пригласил меня поехать с ним автостопом в Китай. Мы поехали с ним вместе в Китай, я попробовала попутешествовать, приехала и поняла, что хочу посмотреть Россию. Ну а теперь вы вместе путешествуете или в одиночку совершаете такое невероятное приключение? Я сейчас путешествую одна, и пока не планирую путешествовать с попутчиками или попутчицами. София, молодая красивая девушка, одна путешествует, ищет попутчиков, останавливает машины на трассе. Не страшно вам? Нет, дураки не боятся. Хорошо, София, скажите, налегке путешествуете? Какие вещи с собой взяли? Я взяла с собой 15-килограммовый большой рюкзак, я его всегда таскаю с собой. У меня в нем находится палатка, в которой я живу, если не нахожу, где остановиться. Это каремат, на котором я сплю, внутри находится спальный мешок, смена вещей, средства личной гигиены, электронная книжка, пара книжек в таких бумажах, которыми я постоянно обмениваюсь, и, в принципе, такие мелкие личные вещи. Это все примерно на полгода я с собой взяла. Скажите, а в каких городах оказались самые отзывчивые водители, кто быстрее всего останавливается, подвозит? На самом деле, отзывчивые люди во всех городах, но три города мне безумно понравились. Это Красноярск, Екатеринбург, Нижний Новгород, ну и четвертый город – это Санкт-Петербург. Когда вы собираетесь уезжать уже из Петербурга и куда отправитесь дальше? Я сейчас здесь решала вопросы с заменой паспорта, потому что мне исполнилось в дороге 20 лет, и я жду фотоаппарат из дома. На этих выходных я собираюсь ехать в Шлиссельбург, оттуда ехать в Петрозаводск, переправиться на остров Кижи, потом подняться до Кольского полуострова, съездить в Мурманск и немного севернее, спуститься до Медвежегорска, поехать по восточному берегу Онеги и потом съездить в Украину и в Беларусь. Ну что ж, пожелаю вам хорошей дороги и незабываемых впечатлений. Спасибо большое за то, что были с нами сейчас. Я напомню, на прямой связи со студией была София Колокольцева, девушка, которая преодолела 20 тысяч километров с помощью автостопа. Ну а мы продолжим после рекламы никуда не уходить.